Девчонки, всем привет! Сегодня хочу вам показать свой новый заказик и показать вам на своих ручках маникюр к лету в необычных цветах. Все привыкли уже, что все на отпуск делают неоновые гель-лаки, но мы сегодня с вами сделаем более нежный дизайн. Итак, это мои ноготочки, они относились уже очень-очень долго. База и топ были Луи Филипп, как вы видите, все хорошо относилось. Топ, кстати, прекрасно держит втирку, несмотря на мою работу. База мне тоже очень понравилась, она очень пластичная, посмотрите, какая она мягкая и как она спиливается. Спиливается она в мелкую крошку и поэтому ничего в глаза не летит, ничего не попадает, она достаточно пластичная, хорошо гнется вместе с ногтем. Тестирую свою вытяжку от Макс Нейл уже довольно-таки давно, уже порядка месяца я ей работаю. Первое видео, конечно же, было записано и выложено не сразу. Хочу сказать, что осталась в полнейшем восторге от этой вытяжки, потому что она превзошла все мои ожидания. Я, конечно, слышала, что все встроенные вытяжки всасывает намного лучше настольных, несмотря на одинаковую мощность. Но такого я, честно сказать, не ожидала. Итак, я снимаю наше покрытие до тонкого слоя базы и сейчас как раз вы можете видеть, как вся пыль летит строго в пылесос. Он создает такую своеобразную воронку и опил совершенно не разлетается по столу. Потом, после работы, я немного протираю вытяжку просто салфеткой и можно уже приступать к покрытию. Да, конечно, малюсенькие частички пыли все-таки есть, но их настолько мало, что вы их даже не заметите. В общем, вытяжкой я своей абсолютно довольна, всем рекомендую. Я жалею, что не заказала ее раньше. Но, с другой стороны, я дождалась новой модели и купила себе ее в обновленном варианте. Итак, вот мы сняли с вами покрытие. Ноготочки у меня доносились довольно-таки долго, так что база отросла очень намного. Берем мою пилочку, у меня это сталик со сменными файлами. И придаем нашим ноготкам форму четкого квадрата. Теперь нам нужно убрать углы, которые у нас смотрят вниз. Для этого мы пилочку подставляем под ноготь и убираем провисающую часть. Обязательно смотрите, чтобы не перепилить точки в роста. Когда делаете четкий квадрат, обязательно обсмотрите ноготь со всех сторон. Вот я выполнила маникюр. Если хотите научиться такому же чистому маникюру, то у меня есть очень обширный онлайн-курс по поводу приобретения. Пишите мне в Директ или в любую социальную сеть. После того, как вы вот так приподняли кутикулу, срезать ее очень легко. На себе у меня никогда почему-то не получается срезать одной колбаской. И я всегда учу всех своих учениц никогда не допиливать до идеала нашу кутикулу, потому что все у нас уберется в процессе шлифовки. Когда вы зашлифовываете фрез, все мелкие-мелкие какие-то недочеты, они все, конечно же, уходят. И вот так вот у нас уже ноготь выглядит после того, как мы выполнили срез. Сейчас я вытру опил, и посмотрите, вот такой вот чистый маникюр. Еще есть, конечно, парочка, прям парочка частичек, которые я бы спилила. Работать будем мы сегодня торговой маркой Дива. У нее очень приятная база. Наверное, вы все знаете, что я люблю эту торговую марку. У меня была до этого большая база в объеме 50 мл. По консистенции она очень приятная. Быстро самовыравнивается. Подойдет для мастеров с опытом, которые уже умеют выравнивать. Еще хочу сказать, что эта база достаточно-таки универсальная. Не только по консистенции, но и по своим каким-то характеристикам. То есть я работала с ней и на длинных ногтях, и на слоящихся, и на просто обычных крепких. На всех ноготках она носится просто прекрасно. И еще будем использовать вот такую вот молочную базу. Она очень хорошо экономит время, когда вам нужно сделать какой-то пастельный маникюр. И еще, и это просто спасение для тех, у кого есть какие-то полупрозрачные неоны. То есть вам не нужно будет наносить подложку из белого гель-лака. Можно будет просто воспользоваться вот такой вот белой базой. Носится она, кстати, тоже прекрасно. Это уже вторая моя покупка такой базы. Наносим мы ее так же, как и обычную базу. Сначала тонкий скользящий слой, ну а потом уже распределяем базу по всему ноготку, соблюдая архитектуру. Еще, девчонки, хотела вам посоветовать. Мастера, которые работают с какими-то другими видами ламп, все равно всегда имейте на столе своем круглую лампу. То есть у меня есть основное освещение, яркий свет, но есть также и круглая лампа. Она помогает мне ориентироваться на блик. Если блик где-то преломляется, вы знаете, куда нужно добавить материал или где его избыток. Со всеми остальными ногтями повторяю ту же самую манипуляцию. Наношу тонкий слой, хочу вам сбоку показать, как выглядит выравнивание. Вы наносите каплю и не касаясь кисти проводите его вниз. Это очень важно, потому что если вы будете касаться кисточкой с вашего ногтя, то тогда вся база у вас пойдет за кистью. Все материалы, которые я использовала в видео, я заказывала на сайте имкосметик. Ссылочка обязательно будет в описании под видео. Вот такое вот идеальное выравнивание у нас получилось. Ну а мы с вами приступаем к обзору новинок. Посмотрите, какой красивый цвет я себе заказала. Очень-очень вкусно. Это цвет под номером 209 и еще один цвет под номером 110. Они прекрасно перекликаются. Заказывала я их чисто друг под друга. То есть я уже знала, что я буду делать у себя на ногтях. И еще заказала вот такие вот слайдер-дизайны. Вообще я очень обрадовалась, когда увидела, что имкосметик выпускает свои слайдеры. Потому что выбор у них очень-очень большой. Некоторыми я уже попользовалась. Вот, например, эти цветочки и геометрические животные я уже тоже использовала. Когда выбирала, не могла выбрать, так как все я все-таки скупить не могу. Но пришлось мне выбрать. Сегодня будем использовать вот эти вот слайдеры тропические. Так как маникюр мы все-таки делаем на отпуск. Отодвигаем кутикулу. И в одном из видео, точнее под одним из видео, моя подписчица написала мне, что она разочарована, что я не могу сделать покрытие без тонкой кисточки. На самом деле я это могу сделать и очень даже легко. Но на себе это сделать, скажем так, непросто, потому что вы не можете оттягивать кутикулу. То есть есть некоторая трудность в натяжке. Поэтому на клиентах это сделать намного проще. Ну а на себе, конечно же, возможно, но зачем, если быстрее это сделать тоненькой кисточкой. А вообще, я считаю, что самое главное это результат. А уж как это выполнено, это не важно. Напишите мне в комментариях, прокрашиваете ли вы под кутикулой тоненькой кисточкой, или справляетесь обычной кистью из флакона. Цвет под номером 110, кстати, желтый, ложится прекрасно, несмотря на то, что желтый это самый капризный пигмент из всех пигментов, которые только могут быть. Что я только не делала с некоторыми желтыми, например, с ярким желтым, ничего не помогает. Но у Дивы мне очень понравился этот желтый, он лег прекрасно. На половинку среднего ногтя наношу молочную базу. Кстати, можно это заменить на белый смешанный с топом, но так как у меня молочная база, поэтому я делаю вот так. И наношу на непросушенную базу капли топа. Топ растекается и создается эффект морских пузырьков. Топ у меня будет тоже от Дива. Он без липкого слоя, имеет хороший глянец. На момент записи звука я с маникюром проходила уже 10 дней, и никаких царапинок, никаких сколов, кроме того, что я попадала несколько раз пилкой по своим ногтям. А так все прекрасно. И вот такой вот результат у меня получился. Уже все ногти, кроме одного, я покрыла топом. Посмотрите, какой прекрасный глянец. Сейчас вырежем с вами один какой-нибудь листок. Вы знаете, самое интересное, что до того, как я их достала, я даже не знала, какой листочек я буду вырезать. Но, посмотрев на них, посмотрев на свой дизайн, решила, что будем мы с вами делать такой листик, похожий на лист папоротника. Я наношу слой базы, очень-очень тоненький, чтобы он не растворял наш слайдер. И просто стягиваю слайдер. Так как наш слайдер 3D, с ним нужна определенная техника работы, чтобы не убрать как раз-таки вот этот объем, но и в то же время хорошенько его закрепить. Данная техника подходит для крепления любых 3D слайдеров. Для начала я беру базу и хорошенько промазываю, после просушки, конечно же, слайдера, хорошенько промазываю по бокам. Сам слайдер я практически не затрагиваю. Прохожусь совсем-совсем чуть-чуть по нему. И потом сухой кистью прямо из флакона убираю излишки материала. Видите, я следую прямо по росту как бы листиков, чтобы убрать из пространства между листочками весь лишний материал. И далее беру топ без липкого слоя, прокрашиваю все, не считая нашего слайдера. Это нужно для того, чтобы у меня никуда не растекалось, ничего и не затекало. Потом беру топ и покрываю ноготь. Но так, как если мы оставим в таком состоянии, то нашего объема не будет. Мы берем любую удобную для вас кисть. Можно это сделать кисточкой для градиента, можно кистью из флакона. Я это делаю обычной колонковой кистью. И убираю. И вот момент Х, когда я делаю себе четкий квадрат, я всегда-всегда опиливаю торец. Вопрос этот очень спорный, но сейчас такие материалы, и база Дио носится прекрасно, не дает никаких сколов и отслоек. Поэтому торец опиливать можно. И тем более при четком квадрате. Вот такой результат у нас получился. Кстати, напишите в комментариях, опиливаете ли вы торцы после покрытия. Или же вы это категорически не делаете. Если вам будет интересно, в комментариях объясню, почему же торцы все-таки опиливать можно. Если видео было для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Таня. Всем пока!